Античная коллекция музея Национального банка Абхазии – это возможность заглянуть в неизвестное. В тот период истории Абхазии, сведений о котором нет или крайне мало. Казалось бы, ну что может рассказать маленький кусочек металла с едва различимыми символами, пролежавший в земле больше двух тысяч лет? Обычный человек пройдет и не заметит, а нумизмат с точностью определит период, место чеканки и представит исторические выводы. Совсем недавно в отдел античности нашего музея поступили два новых экземпляра. Оба этих экземпляра – это случайные находки, сделанные в районе Цибельды. Первая из этих находок довольно редкая на нашей территории монета республиканского периода Рима. Относится она к периоду второго триумбирата. И это монета знаменитого римского политического деятеля и полководца Марка Антония, который нам известен по многим художественным произведениям, по кино, как муж египетской царицы Клеопатра. Поскольку Абхазия вошла в орбиту Римской империи на рубеже республиканского и имперского периода, такие монеты на нашей территории довольно редко встречаются. Ну и вообще монеты Марка Антония, они относительно редкие. Монеты римского периода ранее находили в Абхазии. И в целом историкам известно о наличии устойчивых связей с римлянами. Чего не скажешь о евреях. Никаких вещественных доказательств о существовании каких бы то ни было связей с Израилем первого века нашей эры не было, пока в Абхазии не нашли бронзовый шекель с надписями «Палеоеврейским шрифтом». Второй экземпляр, несмотря что он довольно непрезентабельно выглядит, это монета вообще не из ареала нашего. Это монета иудейского восстания первого века нашей эры, которое вошло в историографию как первая иудейская война. Эта монета номиналом в 1,8 жекеля, отчеканена она из бронзы. Ну что, четвертый год восстания, это у нас 69-70 годы нашей эры. В тот период уже восставшие находились в очень тяжелом положении, и стали чеканить монеты, в большом количестве стали чеканить, если в первые годы они чеканили в основном монеты из серебра, то вот на заключительном этапе восстания в основном чеканились монеты из меди, что говорит о ухудшении, в общем-то, их экономического положения. Мы знаем, что восстание закончилось разрушением храма в Иерусалиме, от него осталась сейчас знаменитая стена плача. Так что эта монета, она как бы свидетель таких драматических событий в истории. Назначенный римлянами прокуратор иудеи Гессий Флор за два года умудрился так настроить против себя народ, что восстание из локального перешло в общеизраильское и даже перекинулось на еврейские общины в соседних странах. Впрочем, шансов у малочисленных евреев против военной мощи Римской империи было мало. Счет погибшим шел на сотни тысяч. Как монеты, отчеканенные в этот период в Иудее, оказались в Абхазии, можно только предполагать. Пока это, насколько мне известно, единственная находка подобных монет, что, ну, редко, потому что это монета медная, она имела высокую принудительную стоимость. Ее не имело смысла как предмет ценности вывозить. То есть, пока это единичная находка, мы можем говорить, что это случайность какая-то. Если будут сделаны еще какие-то находки, то уже мы можем делать какие-то другие выводы о каких-то торгово-экономических связях Абхазии в этот период. Но сама по себе для Абхазии это уникальная находка. Она сама по себе довольно редкая монета. В Абхазии, насколько мне известно, это единственная такая находка. Археология тем и интересна, что сегодня найдена лишь одна монета, а завтра, возможно, обнаружат целый клад. И за каждой находкой скрывается увлекательная история, возможность узнать что-то новое или даже совершить открытие. Восстание, кстати, римляне подавили. После длительной осады захватили и уничтожили Иерусалим. Кого не убили, угнали в рабство. Но эта победа, давшаяся большой кровью, несла так мало чести, что ни один из императоров не захотел принять титул победитель иудеев. Только надписи на римских монетах, выбитых в честь победы, свидетельствовали о покоренном Израиле.